Как ты считаешь, девушка должна уметь петь обязательно или нет? Ну, мне кажется, в моем случае я сам могу петь в будущем ребенку колыбельной, поэтому не обязательно. Ты уже так задумываешься о будущих детях, кстати, интересно. Петь может любой человек, если захочет, поэтому я научусь с ними. Если будет фальшивить, то не женишься? Вообще не проблема. Мне кажется, это далеко не важная вещь. Странная просто. Откройте она ярославским поклонникам. Твое сердце свободно сейчас? Да, да. Уже полгода. Ну, и скажи, все-таки ты обращаешь свое внимание больше на какой-то международный союз планируешь? Или все-таки девчонку из своей родной страны? На самом деле я не знаю, какую страну назвать своей родной, потому что я рос в трех культурах сразу. То есть у меня мама казашка, папа болгарина, а рос я в России. И я не знаю, что мне назвать своей страной. То есть я считаю, что мы в первую очередь люди, а потом уже там страна не страна, граждане какой-то страны. Ну, так, друзья, выяснилось, что мы с крестьянами практически родственники, потому что казахская кровь есть и там, и тут. Я попрошу тебя что-нибудь спеть. Подспой, пожалуйста, оду для самой красивой девушки сегодня. Ты сложные вопросы задаешь, хотя бы одну ноту и то, пусть даст, и все. Про красоту, да? Окей. Супер! Окей, я текст не знаю, но надеюсь, там хоть что-то правильное. Аплодисменты Кристиану и Костову, ура! Спасибо, рады приветствовать тебя в Ярославле. Спасибо, до встречи, ребят.